Поехали! Ссылка на видео будет в описании. В который были вовлечены многие режиссеры и авторы сценария, то на этот раз он не был никем ограничен. По атмосфере третий сезон куда ближе к фильму «Твин Пикс. Огонь, иди со мной», чем к первым сезонам. Это не значит, что Линч не смог воссоздать старую атмосферу. Думаю, что с такой задачей он справился бы без особых усилий. Скорее всего, задумка Линча и Фроста была в том, чтобы показать нам другой, современный «Твин Пикс». Возможно, авторы хотели провести аналогию с сильно изменившимся с тех пор миром. В прошлом выпуске речь шла о двойниках и двойственности мира «Твин Пикса», о доппельгангерах и тульпах. Дальнейшие размышления на эту тему привели меня к мысли, что весь третий сезон можно сравнить с тульпой. Желание фанатов сериала увидеть продолжение было настолько сильно, что материализовавшиеся мысли привели к созданию тульпы «Твин Пикса». Напомню, что тульпа – это индивидуальная или коллективная галлюцинация, затрагивающая разные органы чувств и внутренние ощущения. Так вот, весь третий сезон – это тульпа. Вроде бы и «Твин Пикс», вот старые герои в качестве доказательства. Но с другой стороны, совершенно другой по характеру сериал. Последний сезон будто бы всем своим существом кричит нам. Он закончился и оставил лишь ощущение жуткого наваждения. Кто-то не создал тебя с целью. В ролике будет сделана попытка ответить на вопрос, почему третий сезон был создан именно таким. Но главной темой станет история секретарши Дейла Купера – Даяны Эванс. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Сотрудничество Лоры Дерн и Дэвида Линча началось в 1986 году на съемках фильма «Синий бархат». Тогда он выбрал Лору на роль Сэнди из нескольких десятков претенденток. Показанная на экране история влюбленных молодых людей, ввязавшихся в расследование странного происшествия, не прошла для Лоры бесследно. Во время съемок между ней и Кайлом Маклахлином завязался роман. Спустя 4 года Линч снова берет Лору на главную роль в фильме «Дикие сердца», после выхода которого ходили слухи о ее романе с Николасом Кейджем. После этого Лора снимется в «Беспутной розе» у Марты Кулидж. У Стивена Спилберга в «Парке юрского периода» сыграет в фильме Клинта Иствуда «Совершенный мир» и во многих других фильмах. В 2006 выходит «Внутренняя империя», а в 2017 – третий сезон «Клинпикса». И снова поцелуи и откровенная сцена с Кайлом. Купер... Ставала его злой шуткой над Гордоном и Альбертом. «Простите, мэм, но здесь курить нельзя». «Это морг, твою мать!» Даяна оставалась за кадром на протяжении первых двух сезонов и полнометражного фильма. Из-за этого появилось предположение, что никакой Даяны на самом деле нет, что Купер просто обращается так к своему диктофону. Была также более взвешенная версия, предполагающая, что далеко не все записи Купера были адресованы Даяне, и он просто по привычке начинал каждую запись с обращения к секретарше. Даяна, конечно же, была. В книге Скотта Фроста «Воспоминания специального агента ФБР Дейла Купера» есть следующее короткое описание этого персонажа. «Мне дали секретаря, ее зовут Даяна. Надеюсь, ее опыт мне сильно пригодится. У нее очень забавный вид, нечто среднее между святошей и певичкой из кабаре». А в фильме «Твин пикс «Огонь, иди со мной» Купер обращается к Даяне вживую, а не через диктофон. Знаю. Даян, ты сменула эти часы на 12 дюймов влево». О том, какие цели преследовала тульпа Даяны, созданная темным Купером, говорилось в ролике о двойниках. Также большой интерес представляют события, которые не были показаны в сериале, но о которых упоминает тульпа в своем заключительном монологе. Она рассказывает Гордону, Альберту и Тэмми о той ночи, когда двойник Купера пришел к Даяне. Из этой сцены нам становится известно, что темный Купер хотел узнать как можно больше о том, что происходит в ФБР, и заменить Даяну тульпой. Двойник, видимо, решил не сдерживать желание Боба во время своего визита и изнасиловал Даяну. Двойник везет Даяну на старую заправку, которая является местом встречи духов Черного Вигвама. Вероятно, там и произошло создание тульпы. Но что происходит при этом с Даяной? Судя по всему, ее истинная сущность была скрыта в Найду, девушке, с которой Купер уже встречался во время своего побега из Черного Вигвама. Тут стоит обратить внимание на имена героинь. В оригинальном написании имен Найда – это почти анаграмма имени Даяна. В японском буддизме термин Найда переводится как «внутренний путь». Найда лишена зрения и не может говорить. Но кажется, что она сразу же узнает Купера в моменты встречи с ним. Возникает логичный вопрос – почему темный Купер оставил Даяну в живых? Тут надо припомнить, чем питаются существа из Черного Вигвама. Страх Даяны мог подпитывать их силу, и она стала пленницей этих существ. Ясно, что Найда является важным звеном в плане великана. Это она переключает рубильник на странном аппарате, с помощью которого Купер попадает в наш мир. Именно это действие меняет число над розеткой порталом. Числа, возможно, означают место или время, в которое будет перенесен человек, а, возможно, сразу и то, и другое. Полицейские находят Найду у входа в белый Вигвам. Нужно спустить ее с горы. Она очень важна, и некоторые хотят ее смерти. Незнакомку запирают в камере в полицейском участке. Она пробудет там до тех пор, пока Купер не приедет в Твин Пикс. Но в чем же заключается важность Найду? В 17 серии третьего сезона, во время приторного хэппи-энда, взгляд Купера падает на Найду. Именно в этот момент происходит раздвоение его сознания. На фоне появляется его застывшее лицо. Видно, что Дейл смущен собственным непониманием происходящего, но продолжает следовать плану. После прикосновения к Найду с ней происходят странные метаморфозы, и она превращается в Даяну. Позже мы услышим произнесенную Купером фразу. «Мы живем во сне». С одной стороны, Найду и Купер стали друг для друга своеобразными ключами-активаторами. Купер осознает, что та реальность, в которой была убита Лора Палмер, и в которой только что был побежден Боб, в скором времени закончится, и станет так называемой неофициальной версией. Он направится в прошлое, чтобы спасти Лору от смерти и изменить будущее. А затем переместится в другую реальность, чтобы найти Кэрри Пейдж. То есть Найду напоминает ему о его пути, о том, что спасение Лоры – это еще не финал. Даяна возвращается из долгого заключения в Черном Вигване, чтобы после спасения Лоры сопровождать Купера на пути в другую реальность, где Дэйл должен будет отыскать Кэрри Пейдж. Возникает вопрос – для чего нужна Куперу такая сопровождающая? Сразу несколько версий сводятся к тому, что Дэйл и Даяна должны были заняться сексом в мотеле, что представляло собой определенный ритуал. По одной версии, он открывает врата между мирами. По другой – становится приманкой для Джуди, которая перемещается вслед за Даяной и Купером в созданную великаном реальность-клетку. Эта сцена действительно больше напоминает необходимую процедуру – в ней нет ни нежности, ни страсти, ни любви. Купер сосредоточен – Даяна закрывает его лицо, стараясь избежать жутких воспоминаний об изнасиловании двойником. Да и не печально ли уже то, что все пережитое героями было только ради этого ритуального действия, после которого они расстанутся уже навсегда? Но все показанное можно трактовать и по-другому. Некоторые детали сцены превращения Найду в Даяну и внешность Даяны настораживают. Во время превращения показано, что все окружающее Даяну исчезает, и она оказывается в красной комнате. Это, а также некоторые детали ее внешности – красные волосы и черно-белый маникюр – намекают нам на истинную природу Даяны. И не странно ли выглядит страстный поцелуй Купера и Даяны? Ведь ни разу до этого не было ни одного намека на подобные отношения между ними. Тут стоит перейти к теории, о которой я обещал рассказать в прошлом ролике. Теория Основидцы предполагает, что абсолютно все события третьего сезона произошли во сне или в фантазиях – грезах агента Купера. Сам он при этом находится в черном вигваме, откуда никогда не выходил. По мнению автора теории, сознание Купера создает новые реальности, в каждой из которых он стремится спасти Лору Палмер. Можно найти множество подтверждений этой теории. Она объясняет все странные события третьего сезона, объясняет отсутствие динамики, объясняет финал, когда Купер понимает, что снова потерпел поражение, и Лора шепотом сообщает ему о том, что Дейл все это время спал. Вышеупомянутые детали превращения Найдл в Даяну, внешность Даяны и застывшее лицо Купера на фоне сцены хэппи-энда являются подсказками Линча зрителю, которые должны показать, что Дейл все еще находится в красной комнате, а все показанное – это лишь плод его воображения. Агент Джеффрис говорил о том, что мы живем во сне. Да и Моника Белуччи, обращаясь прямо к зрителю, задает наводящий вопрос. Данная теория делает спящим самого Купера. Несмотря на все свои достоинства, она отменяет множество догадок и деталей, и в общем-то обесценивает всю мифологию третьего сезона. По этой теории, даже сюжетная линия Одри Хорна – лишь часть сознания самого Дейла. Как и окончание второго сезона, эта версия настолько безрадостна, что подсознательно не хочется принимать ее в качестве верной, даже несмотря на вполне логичные аргументы. Но есть у нее и недостаток – обилие сюжетных линий разных героев. Все же сон одного человека не может содержать в себе столько различных, детально проработанных историй. Но что если попробовать модифицировать эту теорию и предположить, что спящий не один, а сюжет третьего сезона – это переплетение снов нескольких героев? В Сновидцы можно записать не только Купера, который видит сон о двух половинах своей личности, гуляющих отдельно друг от друга, но и Гордона, и Одри, и Большого Эда с нормой, и Доктора Джекоби. Что если Линч экранизировал сны своих героев? У каждого он свой, но при этом является частью общего действа. Общего видения. Галлюцинации, посетившей нас в прошлом году и сломавшей границы между реальным и выдуманным мирами. Может быть, в этом и кроется ответ на вопрос, почему третий сезон так отличается от предыдущих. Думаю, что и Линч, и Фрост прекрасно понимали, что такая атмосфера и динамика будут приняты далеко не всеми. Но решили рискнуть. Снова провести эксперимент и попробовать привнести на телевидение что-то новое. Получилось ли у них? Прошло уже больше года после окончания сезона, но до сих пор между фанатами ведутся споры. Выстраиваются новые теории, выдвигаются новые трактовки показанного. Не уверен, что подобное было возможным в случае, если третий сезон сохранил стилистику первых и показал нам хэппи-энд, которого всем так не хватало 27 лет. Твин Пикс изменился вместе со всем миром, и даже существа из потустороннего мира стали другими. Не все полюбят его таким, и, наверное, не надо. Возможно, что показанная разница между эпохой 90-х и настоящим временем заставит кого-то задуматься, оглянуться вокруг и изменить что-то. Сделать этот, сегодняшний мир, немного светлее. И вот тогда можно будет с уверенностью сказать, да, у них получилось. Субтитры создавал DimaTorzok